Субтитры создавал DimaTorzok Они знали, какая была страна, на какие жертвы они пошли и чего они достигли Как только старое поколение ушло, которые знали матчасть, ради чего все это начиналось А пришло новое, которое не видел ни гонений, ни с чего пришло и к чему идет Содержание ушло, осталась только форма, а форма разложилась То есть Горбачевы и прочие товарищи, они просто из другого поколения А так как КПСС не была все время в борьбе, потому что эта партия изначально создавалась для борьбы В том числе за коммунизм во всем мире и для мировой революции То тогда по форме они все боролись с мировым империализмом, а по сути они выродились Потому что не было внутри страны конкуренции, ни с кем они внутри не боролись Почему, например, многие скажут, что там западные партии, а почему они существуют там десятилетиями, чуть ли не столетиями Потому что они находятся внутри конкурентной борьбы Они если борются не за что-то, то они хотя бы борются против своих конкурентов Тем самым они находятся в тонусе Вот с моей точки зрения, так как все расслабились, старая гвардия ушла, которая знала ради чего это все было Ну, отчасти ее в 37-м году ушли, немножко насильственным путем Но тем не менее, там рядовые люди, которые жили после войны, они помнят Моя бабушка помнила дореволюционную Россию и помнит, с чего она пришла И поэтому она оценила советскую власть Потому что она понимала, что было, через какие жертвы и что стало А вот как только пошла вот эта вот мажористая молодежь, условно, да, не вся, конечно И в элиту стали проходить люди-приспассамбленцы Произошло разложение Кстати, то же самое происходит и сейчас с Единой Азией Ну, там, по-моему, героического момента не было Не, не было Но я к тому, что любая вот такой социальный лифт, да, для людей Он будет использоваться Если бы, там, партия большевиков боролась бы внутри страны, вне страны Если бы люди, которые там, члены партии, выжертвовали чем-то Не только временем, да, на этих, на собраниях и копеечками в порт взносы То тогда в 1991 году, может быть, ситуация другая была Ну, согласись, что все-таки потребительское общество тоже изрядно разложило российское население Потому что, действительно, ведь мы потребляем сейчас больше, не обязательно лучше, но больше, чем когда-либо То есть, по именно потреблению мы действительно сейчас находимся, ну, где-то на пике историческом Тут другой момент, правда, что Василий Жирков очень удачно написал Что, ребята, вы все время гордитесь, что вы очень много потребляете Что это вот реальное достижение Но, между прочим, если это происходит на фоне падающего качества образования Падающего качества здравоохранения, плохих дорог и так далее, и так далее То вы посчитайте сумму В сумме, может, не так уж сильно выиграли Но, тем не менее, сейчас постсоветский гражданин Или не гражданин, да, учитывая, что он гражданин только по паспорту, а не по сознанию Он все-таки чувствует себя, прежде всего, мне кажется, потребителем Это очень страшная вещь, потому что, смотри, мы даже Вот наблюдаем, как работают те же общественные движения, с которыми мы постоянно связаны Люди ведь очень зациклены на свои проблемы Я считаю, что одно из больших достижений, которое было, это вот митинг 27 мая Почему? Потому что собрались вместе Тут и гаражники, тут и экологи, тут и... И все политические силы были Да, 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 еще какие-то люди, да Но и до этого даже не удавалось их сильно собрать Потому что гаражники сами по себе И даже более-то вот наши гаражи защищаем Гаражи соседа уже защищать не будем Согласись, что это, в общем, распадок И опыт был уникальный Который, к сожалению, потом нам по голове дали, как бы сказать, попытались вот эту инициативу уничтожить Но сам по себе эта технология, она сработала Кстати, я хочу сказать по поводу потребительского общества потребления С одной стороны, это, конечно, отвратительно, плохо и там потребляют Но, с другой стороны, рано или поздно общество потребления, которое привыкло там потреблять телевизор, его сдавать, когда ему захочется, так скажем, выбирать йогурты, куда поехать и что посмотреть Рано или поздно, это, кстати, пик нашего общества потребления был 11-го года Когда вот этот был подъем, когда вот люди привыкли, так скажем, к определенным стандартам потребления Они попытались, ну, грубо говоря, сдать обратно в магазин неликвидную власть, которую они То есть сдать, ну да, взяли Да, взяли, что-то нас обманули, хотели сдать, причем очень культурно сдать Но, тем не менее, как бы сказать, не принимают Да, не принимают, и, соответственно, вот это вот как раз был первый такой звоночек для наших властей Хороший, кстати, образ, вот надо так продавать политику, да, объяснить Не, ну, то же самое произойдет так Рано или поздно, когда просроченный продукт, который все уже наелись Просроченный продукт, ты понимаешь, что президент только идет на четвертый срок, а ты говоришь просроченный продукт Почему про президента? Тулеев, почему про президента? Давай будем политкорректны Тулеев, это вот реально, президент не просроченный, может, у него срок хранения уже происходит к концу Потому что еще четыре или столько, пять лет есть возможность его потреблять, да А вот Тулеев это просроченный продукт, понимаешь, который всем понятно, что он просроченный Так вот, рано или поздно, особенно у молодежи, вот этого общества потребления Если они вдруг увидят, что власть, ну, грубо говоря, можно выбрать другую и ей хочется будет То тогда у них будет запрос снизу и как раз вот эти вот Отнести назад в магазин Да, да, сдать, сдать Сдать Субтитры создавал DimaTorzok